В официальной части на сцену мы позовем поэтессу, сертифицированную нашу гениальность, умницу и красавицу Ярославу Попову! Всем здравствуйте! Да, лучше, лучше, лучше сказать. Я не могла пройти мимо этих тем, и как-то с детства так получилось, что вот уже борьба ангелов и демонов всегда внутри нас, она привлекала и писали стихи, но выбирая между первой и второй частью, все-таки склонилась ко второй, поскольку ангелы остались где-то там в самом нежном возрасте. И начну с тематического, хотя они все в какой-то степени тематические, гедонизм. Когда-то, прочитав портрет Дриана Грея, я влюбилась в это течение, я очень много думала об этом, и написались такие стихи. Да просто я знаю, как это обычно бывает. Они ваши средства тихонько куда-то сбывают, а время теряется, мерзко, безусловно тает. И кто-то из вас их в пустынном углу проклинает, на время бросает, но вновь навсегда возвращает. Дрожащая стрелка обыденный круг замыкает. Она крепко спит, обаятельное мирно слажде, незапреты доступны, на время забыто гонения, и нет уходящего в бездну немого движения. И он ни за что не получит простого прощения, и будет коленями биться и сейчас нисхождение, но молча царит он при этом во все разваление. Привет, дорогая, скучала? Я ждал тебя очень. Я знал, что гораздо надежнее прийти к тебе ночью, в глаза заглянуть и проникнуть в тебя между строчек. Тебя целовать прямо в бездну души необъятной, заранее зная итог этой схватки приятной, и дергать за нитки, глушать и шепот невнятный. И в дикой горячке три тысячи бездумные руки, когда я в тебе, это вечные сладкие муки, но сердце надолго со мной не потерпит разлуки. Отдайся нам всем, мы тебя бережем больше Бога, скажи, кто придумал, как правильная эта дорога, где нет места грешным, свернувшим с канонов немного, и нет до сих пор для всех нас никакого трактата, и не угадать, чем в итоге все это сревато вам, путаясь в колы мягчайшего в мире халата. Наш дом — гедонизм, этот призрачный рай наслаждений, где реальность начнет предавать через пару мгновений посланники нашей пороки ручного творения.